Время спорта на Русском Севере Северсталь выигрывала в Сочи 4-0, но в итоге уступила 4-5. Время спорта на Русском Северсталь Воспитанники Ивана Виноградова выиграли у Олимпа из Майского 8-5 и двух команд из Череповца, Северстали и Северянки 11-0 и 14-2 соответственно. В наших программах мы много внимания уделяем баскетбольному вологодскому клубу «Чевоката», за который с успехом выступает наша землячка Алина Заболоцкая. А что означает название «Чевоката»? Первым, кто даст правильный ответ, получит футболку от команды, а также подарки от телеканала «Русский Север» и проекта «Время спорта». Ответы принимаются до 19 декабря в 20 часов в закрепленном посте официального сообщества телеканала «Русский Север». Итоги подведем в следующей предновогодней программе. Юная спортсменка из Великого Остюга Анна Батакова в составе сборной Вологодской области отправилась на первенство Северо-Западного федерального округа по самбо. Соревнования пройдут в городе Усинске. В Великом Остюге в прошлые выходные состоялся турнир по самбо, посвященный памяти замечательного спортсмена и тренера, чемпиона Вологодской области по смешанному боевому единоборству, кандидата в мастера спорта Дениса Раздрогова. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Великоустюгского района и города Коряжма. И еще о боевых единоборствах. Более 100 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Вологодской области по универсальному бою. Соревнования такого уровня, по словам руководителей федерации, здесь проводились впервые. В Великий Устюг приехала команда из Череповца, более 20 человек. Своё мастерство показали и юные устюжане, воспитанники Андрея Тельтевского. Некоторые из них примут участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по универсальному бою. От боевых единоборств к силовым видам спорта. В Великоустюгские атлеты приняли участие в мастерском турнире по пауэрлифтингу «Сокровище Золотой Орды». Соревнования проходили в городе Набережная Челны. Капитан команды Алексей Максимов в жиме уверенно справился с весом 225 кг и стал победителем в своей категории и абсолютным чемпионом всего турнира. Андрей Шевелёв выжил 152,5 кг и занял первое место в своей весовой категории. За Великоустюгскую команду также выступал обладатель титула «Элита России» Михаил Гребенщиков из Тарангского городка. Он в своей весовой категории также стал лучшим. А сейчас об игровых видах спорта. Мужская и женская сборные Великоустюгского района приняли участие в первенстве Вологодской области по баскетболу. Мужчины заняли второе место во второй группе и вышли в первую. Женская команда впервые выступала в этом турнире и заняла четвертое место. В городе Красавино прошли областные соревнования по волейболу среди команд девушек на призы Деда Мороза. Команда Великоустюгского района, за которую выступали красавинские волейболистки, заняла второе место. Дарья Светёлкова признана лучшей нападающей. Победителями стали гости из посёлка Подосиновца. На третьем месте команда Тотьмы. Из-за морозов перенесли соревнования по лыжным гонкам, которые должны были состояться в воскресенье на базе «Салют». А вот сдача нормативов ГТО по этому виду спорта холода не помешали. Пришло у нас уже человек 10. Это последние. Кому осталось сдать нормативы завершающие, кто-то у нас их сдал весной и кто-то оставил на зиму. Учитывая сегодняшнюю температуру, пришли сильнейшие. Все выполнили то, что планировали. У кого-то бронза, у кого-то серебро, остальное золото. В ближайшие субботы и воскресенья в спортивном зале Педагогического колледжа состоится новогодний турнир по пандбентону на призы проекта «Время спорта». Мероприятие будет проходить при информационной поддержке телеканала «Русский Север». Это было «Время спорта» на «Русском Севере». Ведите активный образ жизни и не болейте. Встретимся через неделю. Продолжение следует...